В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте. В марте было завершено расследование уголовного дела, фигурантами по которому проходят бывший директор городских бань и руководитель строительной компании «Сириус». Они обвиняются в коммерческом подкупе чиновника, представителя регионального фонда капремонта. И как раз об этом виде коррупционных преступлений мы и решили поговорить сегодня. Но начнем выпуск, как обычно, с краткого обзора новостей. Новгородский районный суд избрал меру пресечения в отношении фигурантов громкого уголовного дела. Следователи ходатайствовали о заключении под стражу главы Солецкого муниципального округа Александра Котова и его первого заместителя Юрия Дуничева. Обоих подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновники, действуя в интересах организации, занимающейся строительством дорог, дали устное согласие на добычу и вывоз песчаногравийной смеси, что является превышением полномочий. Кроме того, к этому делу добавилось еще одно по статье мошенничество. Следователь ходатайствовал о заключении Котова под стражу, заявив, что ряд свидетелей, а также возможный соучастник преступления, являясь подчиненными главы округа, находятся в служебной зависимости от него. При этом их показания являются существенными для уголовного дела. Прокурор ходатайства следователя полностью поддержал. А вот Александр Котов и его защитник настаивали на подписке о невыезде или домашнем аресте, подкрепляя свои слова тем, что пока еще действующему главе района необходимо, как минимум, передать дела своему преемнику, так как его первый заместитель также находится под стражей. Еще один аргумент – состояние здоровья главы округа. Александр Котов недавно оправился от коронавируса и боится, что в СИЗО ему станет хуже. Но суд не внял просьбам адвоката и подзащитного и принял решение заключить подозреваемого под стражу до 28 апреля. В изолятор отправился и первый зам Котова Юрий Дуничев. В Новгородском районном суде завершилось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего ректора регионального института профессионального развития Ольги Васильевой. Она признана виновной в совершении восьми преступлений по статье «Получение взятки». По версии следствия, обвиняемая, являясь должностным лицом, используя служебное положение, устанавливала сотрудникам повышенные премиальные выплаты, часть из которых они возвращали ей. Таким образом, она получила взятки на общую сумму более 500 тысяч рублей. Данная информация стала известна сотрудникам регионального управления ФСБ России, которые пресекли незаконную деятельность. Приговором суда бывшему ректору Института профессионального развития назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Полиция и прокуратура проводят проверку по факту нового эпизода опасного загрязнения почвы в Пестовском районе. Сигнал о возможном очередном экологическом ЧП вновь подали местные жители. Активист Дмитрий Комлев снял и разместил в своем блоге видео, на котором явно видны нефтяные пятна на территории заброшенного карьера возле деревни Высокие. О загрязнении окружающей среды он сообщил главе поселения и оперативным органам. Сотрудники полиции и прокуратуры выехали на место, чтобы провести собственное обследование. Они осмотрели место возможного складирования грунта со следами нефтепродуктов и взяли образцы для экспертизы. Прокуратурой области будет дана оценка нарушениям требований экологического законодательства. Не исключено, что это та самая нефтяная ниточка, что до сих пор тянется из деревни Тимофеево, где в прошлом декабре произошел разлив 9,5 кубометров топлива из-за незаконной врезки в трубопровод. А затем загрязненную землю пытались спрятать, разбросав по отдаленным населенным пунктам Пестовского района. Так, несколько месяцев назад грунт, пропитанный дизельным топливом, был обнаружен в деревнях Ахона и Княжево. Экс-директора городских бань Олега Власюка и руководителя компании «Сириус» Вардана Ханаяна сотрудники регионального управления ФСБ задержали в конце декабря прошлого года. Ханаян решил при посредничестве Власюка подкупить представителя областного фонда капитального ремонта, чтобы тот закрыл глаза на нарушение при проведении ремонта одного из домов в Акуловке. Бывший руководитель муниципального предприятия «Городские бани» Олег Власюк был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря прошлого года, сразу после передачи денег представителю регионального фонда капитального ремонта. Чиновник сам сообщил правоохранителям, что его пытаются подкупить через посредника, коим и выступал Власюк. Сумму в 220 тысяч рублей попросил передать директор строительной компании «Сириус» за подписание актов о приемке работ по многоквартирному дому в Акуловке. Поскольку работы проводились с нарушениями, получить документ на законных основаниях не представлялось возможным, поэтому коммерсант и решил пойти на подкуп. Оба фигуранта признают вину. Уже в настоящее время не только окончено расследование, но и прокурорам области утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Оно направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу. Но судебное следствие еще не началось. Олег Власюк – человек в регионе довольно известный, ведь лоббистские способности в криминальном поле он применяет не впервые. В недавнем прошлом экс-руководителю городских бань уже приходилось сидеть на скамье подсудимых. В сентябре 2020-го в отношении Власюка был вынесен обвинительный приговор новгородским районным судом по делу о превышении должностных полномочий. И даже определено наказание, связанное с реальным лишением свободы – два года с отбыванием в колонии-поселении. Преступление заключалось в том, что он, занимая пост в муниципальном учреждении, активно лоббировал интересы юридического лица ООО «Луч». В результате его деятельность привела к чему, что огромное количество договоров было перезаключено с МУП «Городские бани» на ООО «Луч» по оказанию определенных услуг, в частности, стирки белья и так далее. А, как выяснилось следствие, фактические работы выполнялись за счет сил и средств МУП «Городские бани», а оплата шла в ООО «Луч», и чем сам был причинен значительный ущерб. Но в конце декабря, через два дня после нового задержания, обвинительный переговор по превышению должностных полномочий был отменен судом апелляционной инстанции. Дело возвращено прокурору. Прокуратура области с этим не согласилась, и сейчас решение суда надзорное ведомство обжалует в кассационном порядке. Осенью 2020-го также завершился судебный процесс о коммерческом подкупе, связанном с реставрационными работами в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы». В 2016 году, когда в музее шла масштабная реставрация и деньги выделялись по федеральной целевой программе, был заключен контракт с компанией «Городострой» под руководством генерального директора Андрея Архипова. Согласно документу, фирма должна была осуществлять технический надзор за выполнением работ. В ноябре 2018 года Архипов получил от представителей одной из коммерческих организаций денежные средства в размере 650 тысяч рублей за беспрепятственную и своевременную приемку выполненных работ, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Судом он признан виновным в совершении данного преступления. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением технического надзора. Не обошлось и без дополнительного наказания. Помимо реального лишения свободы, Архипов обязан выплатить штраф 1 миллион 950 тысяч рублей. Конечно, коммерческий подкуп в общей массе преступлений коррупционной направленности, по крайней мере в Новгородской области, лидирующей позиции не занимает. На первой строчке все еще взятки в их классическом понимании и хищение бюджетных средств. Но природа у этих преступлений все-таки одна и та же. Если незаконное вознаграждение получил чиновник, это взятка. Если улучшить финансовое состояние незаконным путем решил руководитель коммерческой организации, это подкуп. И на передовой выявлении обоих видов преступлений – оперативники. С преступными проявлениями коррупции, конечно, в первую очередь связано с деятельностью оперативных служб правоохранительной системы, органов внутренних дел, и органов Федеральной службы безопасности. Почему? Потому что наиболее высокий уровень латентности таких преступлений, если мы говорим о взятке и коммерческом подкупе. В обычном случае мы делаем о том, что заинтересованы кто? И тот, кто дает взятку, и тот, кто получает взятку, либо коммерческий, они заинтересованы в сокрытии самого факта совершенного преступления. Именно поэтому до 99% преступлений коррупционной направленности, особенно связанных со взяточничеством и подкупом, выявляются только путем целенаправленного проведения оперативно-розыскных мероприятий. Конечно, есть случаи, когда такие факты выявляются следователями во время расследования других уголовных дел или прокурорами во время проведения надзорных проверок. Но это скорее исключение из общего правила. Что же касается ответственности за коммерческий подкуп, то зависит она от обвинения в даче или получении. За предоставление неправомерного вознаграждения грозит штраф внушительных размеров. Это сумма, которая составила подкуп, увеличенная в 10 или несколько десятков раз. Ограничение свободы до двух лет, трехлетние исправительные работы и максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет. Но нормы могут быть и пересмотрены в связи с отягчающими обстоятельствами. Таким, например, считается предварительный сговор. А за получение незаконных средств в рамках коммерческого подкупа фигуранту грозит весомый штраф, дисквалификация до трех лет, арест на тот же срок. Если же будут выявлены отягчающие обстоятельства, берущего могут приговорить уже к лишению свободы. В колонии можно провести до 12 лет. Коммерческий подкуп – история нередкая. И быть привлеченным за совершение такого преступления может и человек, который даже не осознавал, что его действия незаконны. Поэтому важно четко понимать, не выходят ли за рамки правового поля, например, подарки, которые дарят благодарные клиенты высокопоставленному сотруднику коммерческой организации. Что можно сделать, чтобы обычный презент не стал поводом для возбуждения уголовного дела, расскажем в постоянной рубрике «Разъяснение законодательства». В статье 575 Гражданского кодекса прописан перечень лиц, которым позволительно дарить подарки стоимостью до 3000 рублей. В том числе есть пункт в отношении между коммерческими организациями. А если такой организации подарок делает физическое лицо, это уже считается коммерческим подкупом? Гражданский кодекс не содержит прямого запрета для организаций безвозмездно получать подарки от физического лица или от некоммерческой организации. Вместе с тем, подарки часто используются для поддержания неформальных, в том числе коррупционных отношений. Получение даже незначительных по стоимости подарков может быть при наличии определенных обстоятельств квалифицировано как получение взятки или коммерческий подкуп. Получение работникам организации подарка от человека, в отношении которого он наделен управленческими полномочиями, а также от иных заинтересованных сторон, например, от конкурентов, может привести к тому, что он отступит от объективного и беспристрастного исполнения трудовых обязанностей. Подарок также может быть оплатой за уже совершенные работникам неправомерные действия. А в силу федерального закона о противодействии коррупции, все организации, в том числе коммерческие, обязаны принимать меры по предупреждению коррупции. В этой связи оптимальным решением может стать установление на уровне организации антикоррупционных стандартов в следующих аспектах. Получение подарков от определенных категорий дарителей, стоимость получаемого подарка, либо вовсе запрет на получение любых подарков. Я бизнесмен. Моя фирма поставляет оборудование из-за границы. Недавно решил поучаствовать в аукционе, посотрудничать с другой коммерческой компанией. Ее руководитель даже предложил помощь в составлении заявки и попросил за это профинансировать его якобы рабочую поездку, то есть оплатить перелет и проживание в другом городе. Такие действия законны? В силу статьи 204 Уголовного кодекса коммерческим подкупом является незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное оказание ему услуг за бездействие или, напротив, совершение действий в интересах дающего, под услугами, в том числе, понимаются действия, которые избавят подкупаемого от расходов. Таким образом, в случае, если руководитель коммерческой организации не только оказал вам помощь в составлении заявки на участие в аукционе, но и попросил оплатить расходы на его поездку, это как раз может быть квалифицировано как коммерческий подкуп. Все выпуски программы «Право знать» можно найти в интернете, на официальном сайте Новгородского областного телевидения, а также в нашей группе ВКонтакте. Там же можно оставить свои вопросы для рубрики «Разъяснение законодательства». Мы увидимся в эфире ровно через неделю. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова